МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА «Министра в отставку! Спасите наших детей! Уйдите в отставку! Спасите Молдову!» Скандировали участники протеста. Демиссия! 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 Протестующие потребовали добровольной отставки главы внешнеполитического ведомства Михаил Попшоя. То, что произошло с нашими гражданами и в первую очередь с детьми Республики Молдова на границе с Литвой, складывается ощущение, что наше министерство бездействует. Мы выражаем наш категоричный протест этому министру. Мы требуем, чтобы он, если у него есть хоть капля совести или капля чести, ушел в отставку. Сегодня мы пришли сюда, к зданию Министерства иностранных дел, чтобы, во-первых, потребовать отставки главы ведомства Михаил Попшоя из-за его некомпетентности и бездействия в случае с нашими гражданами, которые оказались в сложной ситуации на литовской границе. Сегодня власть Республики Молдова показала свою некомпетентность, потому что оказалась не готовой помочь в этой ситуации. Как заявила представитель партии Ренаштере возрождения Олеся Витнянская, больше всего в этой ситуации возмущает, что молдавские власти оставили детей на произвол судьбы. Когда мы готовили акцию, уже появились новости, что вопрос разрешился. Но в то же время, больше суток, почти две сутки, наши граждане находились в подвешенном состоянии. Ничего не было предпринято, ничего не делалось. Единственное, что сделали, это, что привезли воды и яблок. Ну, это выглядит больше как издевательство со стороны молдавских властей, которые вроде как дружат с Европой, вроде как предпринимают шаги навстречу Европе, выполняют все просьбы Европы, но в то же время не могут решить незамедлительно проблему, которая возникла с детьми. Мы обратились в Министерство иностранных дел за реакцией на требования и заявления протестующих. Однако, ко времени подготовки сюжета, ответа на наши звонки и сообщения мы не получили. Напомним, автобус с детьми из Молдовы, участниками молдавской хоровой студии «Рапсодия», больше суток не пропускали через границу Беларуси с Литвой. В молдавском медиа это объяснили отсутствием необходимых документов.